Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Интрига, интрига от Романа Шахова. В гостях у вечернего шоу «Полезное время» генеральный директор АО «Евротранс» Олег Алексеенков. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, «Евротранс». Казалось бы, вот мы сказали, звучит мощно, но не всем. И, казалось бы, все понятно. Ну, это, знаешь, не каждому. А между тем, это же всем известная трасса. Трасса, без которой наша жизнь уже не представляется, потому что это сеть заправок. Которая сделана для людей и для автомобилей одновременно. За что вам громадное спасибо. Спасибо большое, спасибо. Как возникла идея сделать такой комплекс, который и людям, и автомобилям? Ну, скорее, это такой тренд развития. Идея возникла давно, на перепутии 20-21 века. Сам-то бренд Трасс уже образовался в 2005 году. Но смысл идеи был в том, что, конечно, клиент скорее должен получать услугу. Не просто получать продукт в виде топлива или чего-то, а вот услугу. И предоставить эту такую теплую атмосферу. Иногда такие утопичные вещи персоналу говорю, что если мы хотим кофе и топливо продать, мы ничего не продадим. Надо пытаться продавать хорошее настроение. Вот будем продавать хорошее настроение, будет все расти и бизнес двигаться. И, в общем, мы хотели тот самый комфорт, уют создать, который, спасибо, вы сегодня получаете все на станции. Это вам спасибо, как мы уже за эфиром сказали, с человеческим лицом. Да, Рома, как ты сказал? Стараемся, стараемся. Я просто как пользователь, когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что там можно заправить автомобиль, купить какие-то сопутствующие товары. Иногда даже ты не знаешь, что тебе это надо. Но заходишь в магазин и понимаешь, что надо однозначно. Да, мы с коллегами это тоже обсудили за эфиром. Кроме того, можно поесть какие-то санитарные условия, там тоже все сделано прекрасно, поэтому... И с душой, о чем вы говорите. Слушайте, а вот много тренингов приходится проводить с коллективом, как у вас это устроено? О да, о да. Мне кажется, наша такая основная фишка, это тренинг-центр, который у нас есть, потому что, конечно, вот мы проигрываем всю программу, у нас там симулировано, по сути, АЗС. То есть там условия практически как на АЗС находятся в тренинг-центре. Часто считают, что там формат АЗС основной. На самом деле, это, конечно, работа с персоналом, правильно вы говорите. Примерно три недели занимает стажировка, но главное весь вот этот отбор, путь, он, конечно, такой. С одной стороны тернистый, а с другой стороны на выходе мы получаем хорошее настроение клиента. Учебка такая есть, получается, у трассы. Так и есть. А сколько всего сейчас у вас заправочных станций? Вот у нас 54 автозаправочных станций. Наверное, все вы их видели, они все в Московской области расположены. Ну, формально в Москве и Московской области. Вот. На всех выездных и въездных магистралях нас можно встретить, найти. Друзья, но не только можно встретить там улыбку, чизкейк, бензин и что-то еще купить. Дело в том, что трасса помогает вам посотрудничать. И каким образом это сотрудничество возможно, мы расскажем в течение этого часа. Если у вас есть вопросы к Олегу, можно вопросы задавать. Номер вы знаете. Плюс 7909-955-1030. СМС в WhatsApp в Viber. Может быть, кто-то сейчас едет за рулем автомобиля, слушает радио Шансон. И хочет написать сообщение. И подъезжает как раз к трассе. А там все знают, что Олег Алексеенко сегодня на радио Шансон. И можно послушать наш эфир без перерывов. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся к разговору. Ирина Круг только что на радио Шансон. Дорогие друзья, полезное время продолжается. Напомню, что у нас в гостях генеральный директор АО «Евротранс» Олег Алексеенков. Вы все знаете и любите заправки трасса. И вот благодаря Олегу они становятся все лучше и лучше команде, которая работает. Также надо сказать, что это не только более 50 АЗС с магазинами по Москве и Московской области. Это 4 ресторана при АЗС. Фабрика, кухня, завод стеклоомывающей жидкости и собственная нефтебаза с парком бензовозов и лабораторий. Это уже есть. А что, какие перспективы, что там придумали? Ну, собственно говоря, мы понимаем с вами, что мы движемся потихоньку к зеленой энергетике, к электроэнергетике. И такая перспективная цель ближайшего десятилетия – это универсальный АЗС, когда на станции, помимо заправки топливом, бензином и дизелем, клиент сможет быстро заряжать электромобиль. То есть вот быстрый электрозаправочный комплекс – это вот такая… Будущее наступило. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы не знаем, как оно быстро до нас дойдет, но точно понимаем, что мы – тренд именно в этом направлении. Вот, пожалуйста, сообщение пишет. Здравствуйте, хотела сказать огромное спасибо трассе. Заправляюсь раз в неделю, заезжаю с удовольствием. Привет, вертит персонал. Вкусный кофе вам процветанием. Настя, наша слушательница. Ну, спасибо огромное, Настя. Спасибо, мы рады вас всегда видеть. Приезжайте к нам еще. Напоим кофе, напормим булочками и хот-догами. Через сколько могут к вам завернуть владельцы электрокаров? Ну, у нас сейчас уже, на самом деле, 7 быстротопленных электроколонок развернуто на Новорижском шоссе, на Новоризанском шоссе, на Ярославском шоссе. Поэтому, в принципе, уже сейчас можно. Понятно, что эта технология новая, понятно, что транспорт еще не так много, но вот этот переход мы постараемся сделать максимально плавно. И в процессе, так сказать, модернизации все будут заправки… Абсолютно верно. То есть у нас сейчас 54 комплекса, как вы правильно отметили. Мы еще 9 новых комплексов построим. И вот эти все 63 станции в процессе в течение трех лет полностью будут модернизированы. Там будет и электрозаправка, и бензин, и дизель. Так что, когда вы решите осуществить переход своего бензинового автомобиля на электромобиль, он, надеюсь, продет для вас максимально плавно. Ну и со временем, я думаю, место будет для парковки дронов, которые уже будут автомобили летать. Да, да, да. Ну, смотря, чем они будут заправляться. Чем-то, Олег, будут они заправляться. Будет спрос, будет и предложение. Вопрос у меня такой терминологический. Организация АО «Евротранс». Вот как она связана с трассой здесь, вот расскажите. АО «Евротранс» — это собственник и управляющий компанией, которая с теми автозаправочными комплексами под брендом «Трасса». Собственно говоря, это компания, на которой образуется вся выручка, собственно, все доходы и расходы. Это головное предприятие. То есть в этом смысле структура очень простая. Через договор лизинга мы станциями владеем и межуправляем. Все станции ваши? Абсолютно верно. Вот, это тоже здорово. Инвестиционный рейтинг, вот о нем можно как-то рассказать? Ну, для нас это новое направление. Мы в том году начали в этом направлении работать. Почему? Ну, все по той же причине. Потому что перспектива к развитию и к строительству этих универсальных комплексов. Хочется, чтобы рынок нас поддержал. Хочется, чтобы публично люди оценили наше качество сервиса и, соответственно, позволили нам дальше двигаться вперед. Мы прошли аккредитацию с рейтингом агентством «Акро». Нам присвоен рейтинг «А-». То есть, в общем, это инвестиционный рейтинг. Ну, а, как известно, самый высокий из буквенных рейтингов. Вот мы получили рейтинг «А-» и в прошлом году в конце вышли на биржу. То есть, люди, которые приезжают на трассу заправляться и говорят «Во, класс!» как-то теперь могут поучаствовать в развитии компании? Совершенно верно. То есть, мы, опять, ну, у нас пробный такой шар. Мы выпуск первый облигационный зарегистрировали, разместили первые 3 миллиарда рублей. Акцент был исключительно на частных инвесторов, на физических лиц, на наших клиентов, которые нами пользуются. И мы хорошие очень отклики получили. Поэтому вот, как бы, очень довольны. Тем более, что ставка тоже достаточно приятная. По купону было 13,5%. Чтобы люди, которые слушают шансон и думают, хотим поучаствовать, куда необходимо обращаться в порядок действий? Ну, все банально просто. Практически каждый коммерческий банк, с которым вы взаимодействуете, а вы взаимодействуете, потому что у всех есть понятные карточки и счета открытые, имеет свою брокерскую организацию, с которой можно открыть брокерский счет. И открывая этот брокерский счет, там нужно будет пройти небольшой тест, буквально из четырех вопросов, на экономическую грамотность. Но он совершенно простой. Мы все адекватно можем с вами на него ответить. И после этого вы можете приобретать финансовые инструменты и продукты, которые рынок предлагает, в том числе и наши облигации. Если совсем упростить, то можно войти на сайт Трассы, группы компаний Трассы или сайт Евротранс, и по ссылке перейти на любой банк-партнер, там дальше будет полная информация о том, как этот брокерский счет. Пошаговая инструкция. Абсолютно верно. Если лень тянутся до компьютера, можно взять приложение. Ну, или можно, конечно, взять приложение. Вот, пока вы берете приложение, у нас небольшая пауза. Скоро вернемся, дождитесь. Полезное время на радио Шансон. Дамы и господа, полезное время на радио Шансон продолжается. У нас в гостях генеральный директор АО Евротранс Олег Алексеенков. Мы уже проговорили про то, что можно совместно зарабатывать с заправками Трасса. И тут хочется поподробнее. Поподробнее хочется, потому что не все мы заканчивали экономические вузы. Не все. Но заработать хотят все. Давайте узнавать, как это можно сделать вот с АО Евротранс. Так, есть 50 тысяч рублей. Я пришла к вам, говорю, возьмите. А что взамен? Все очень просто. Взамен вы получите облигацию от АО Евротранс. Для того, чтобы ее приобрести, надо открыть счет с брокерским домом, каким-либо, который есть у любого из банков, как мы говорили. И взамен вы получите доходность 13,5% годовых. И вот это такая фишка наша чисто, Евротранса, ежемесячный купон. То есть проценты вы будете получать по этой облигации ежемесячно. Они будут, собственно, вам попадать уже на ваш счет, который у вас в банке открыт, обычный сберегательный счет. Соответственно, что еще важно, что это инструмент, который вы можете в любой момент продать. Формально облигация имеет срок действия 3 года. То есть вы можете купить и 3 года получать 13,5% годовых, с ежемесячной. И потом погасится сама она, да? И потом, соответственно, получите возврат этих денежных средств. Но можете на открытом рынке в любую секунду на вторичном рынке эту облигацию продать. Ну, я сегодня смотрел, с утра они торговались по цене тысяча пять рублей за штуку. То есть сейчас даже грубо с премиум. Если бы вы за тысячу купили, вот за тысяча пять можете даже продать. Ну, это такой уже свой спекулятивный интерес. Мы-то заинтересованы именно в инвесторе частном, который, собственно, нам доверил свои деньги и получает доход. По сути, делимся с ним доход. Но вы в любой момент можете эту ценную бумагу продать и обратно получить деньги. Все прозрачно получается. Абсолютно. Биржа контролирует эту ситуацию. Рейтинговое агентство подтверждает рейтинг. Если хотите, друзья, подробностей, заходим на сайт ТРАССы. Здесь контактный номер по вопросам приобретения облигаций. И есть как раз организации, которые помогают этим заниматься. То есть какой-то ликбез можно получить и уже потом действовать. На сайте все подробно, все расписано, все доступно. Мы зашли, проверили. Одна акция стоит тысячу с небольшим. И, собственно, можно уже выбрать. Да, облигация стоит тысячу рублей. Сейчас на рынке, как правильно угроман подметили, она тысяча пять рублей. Котировка ее была. Вот, по крайней мере, до эфира, то, что он посмотрел, все так. А сейчас после эфира проверим? Посмотрим, посмотрим после эфира, конечно. Но облигация, это все-таки такой долговой инструмент, поэтому цена его не сильно меняется от номинала. Если компания стабильно себя ведет, тут ключевой момент доходность. Слушайте, ну 13,5% по-моему, замечательно. Конечно, эта доходность выше, чем банковская. Конечно, мы, в общем, на это и рассчитываем, что инвестору частно тоже будет интересно. На здравый смысл. Тот же ключевой момент, насколько человек доверяет. Доверяет бренду, доверяет компании и понимает, какая логика развития, куда мы движемся. Ну, судя по сообщениям, которые приходят, вам доверяют. Вот, пожалуйста, Андрей пишет. Здравствуйте, приезжаем в Москву из Астрахани на автомобиле и заправляемся на заправках трассы. Отличное топливо, хороший сервис и обслуживание. Вот сколько слов благодарности вы ежедневно слушаете и читаете? Слушайте, ну вот это прям очень приятно. У нас такое проходит еженедельное совещание, когда мы проходимся по всем отзывам к клиентам. Но мы, конечно, стараемся посмотреть недостатки негативные. Но когда вот там читаешь 5-6 негативных отзывов, а потом вот этот поток положительных эмоций, он, конечно, мотивирует на движение вперед. Хочется, хочется прям двигаться, работать, жить. Класс. Какие-нибудь, может быть, мини-гостиничные комплексы вот здесь могут быть, например, люди-дальнобойщики или кто-то едет, а вдруг у ту трассы может появиться в этом направлении, как у вас? Пока что это не наш формат. Немножко в эту сторону мы не движемся, поскольку нам сейчас, конечно, надо вот рынок электро-АЗС почувствовать и захватить. Ведь самая основная вещь это мощности электрические, которые должны появиться. И мы уже знаем с вами, что и Москвич выпускает электромобили, и достаточно много китайских заводов, которые выпускают электромобили. То есть эта технология к нам идет. Знаете, в свое время только 2% в 2005 году достаточно недавно пользовались кредитными картами и оплачивали топливо и покупки кредитными картами. В основном шли наличные деньги. А сейчас это доля 60 с лишним процентов. Вот примерно нас что-то в этом роде ждет и по электротранспорту. Поэтому здесь мы видим огромную нишу возможностей сейчас, и вот на этом концентрируемся. Смело, друзья, покупаем электромобили. Есть где заправляться, и перспектива такая хорошая. Должен сказать, что если вы смотрите российское кино, вы, конечно, не пропускали мимо «Самый лучший день», прекрасную комедию. И вот она как раз тоже снималась на автозаправке трассы. Номер 41. И я там был, между прочим. Все правильно. Станция 41 в Подольском районе находится. На юге в фильме это Тульская область, но вот именно в Подольском районе. Рома, и ты там был, и что там? Все по киношному? Все, мы подтвердили, да, и там можно все это увидеть, где снималось. Да, и даже встретить и Нагиева, и Боярского, и всех участников фильма. Еще раз, куда все отправляемся? Какой адрес? Подольский район, в Подольском районе, на ЦКАД находится этот комплекс. Впереди выходные. Вблизи деревня Валищево. Комплекс 41. Между прочим, в мобильном приложении трассы можно найти эту заправку и туда направиться. Все так. Экскурсия небольшая будет. У меня вопрос, который касается, знаете чего, омывающей жидкости. Вот одного из сопутствующих товаров, которые мы приобретаем, ну, кроме бензина, кроме еды и чего-то еще, на автозаправочных комплексах. Как выбрать, что там, какие подводные камни? Вы все-таки это знаете, производите ведь. Так и есть. Мы построили свой завод по производству стеклоомывающей жидкости, построил в 2012 году в электроуглях. Собственно говоря, производство само, оно не очень хитрое, хотя технология там заложена достаточно умная. Это смешение спирта, отдушек и воды, который дает вот тот продукт, который мы все время ежедневно на стекла брызгаем и используем. Как проверить? Первая проверка – это запах. И как ни странно, сейчас, может быть, я каких-то клиентов шокирую. Дело в том, что единственный спирт, который не пахнет, это метиловый спирт. Метиловый спирт запрещен к производству в Российской Федерации, так как он влияет на зрение, ну и, соответственно, на ваше здоровье. Поэтому производить незамерзайку из метилового спирта запрещено. Парадокс в том, что это единственный не пахнущий из всех спиртов, ну, собственно, из легкой органической химии, CH3OH, самое простое соединение, он не пахнет, и, соответственно, по нему легко определить, что эта жидкость контрафактная. А сама незамерзайка не может не пахнуть, потому что дальше вариант либо использовать этиловый спирт, который достаточно дорогой, или изопропиловый спирт, который дешевле, но запаха еще у него чуть больше. Поэтому ваша незамерзайка либо пахнет отдушкой, ну, либо, соответственно, пахнет спиртом, если отдушки мало. Если она не пахнет ничем, это прямой сигнал к тому, что это метиловый спирт и контрафактная пахнута. Ваша любимая незамерзайка, какую вот вы предпочитаете? Понятно, на изопропиловом спирте мы, в принципе, достаточно давно льем минус 20 жидкость, у нас и минус 5, и летняя жидкость есть, но понятно, что наша, раз есть свой завод, конечно, я свою жидкость и использую. С вишневой дужкой на такого приятного запаху мне, естественно... Вот, вишневая, вы поняли, что самое любимое у руководства. Да, запомнили, дорогие друзья. Сейчас у нас небольшая музыкальная пауза. Если у вас есть вопросы, можете писать. Плюс 7909-955-103-0. Ну, а что касается музыки, Евгений Рос прямо сейчас на радио Шансон устроит красивый лирический дождь. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Евгений Григорьев только что на радио Шансон. Полезное время продолжается. Дорогие друзья, у нас по-прежнему в гостях генеральный директор АО «Евротранс» Олег Алексеенков. И вопросы или пожелания приходят? В восторге приходят. Юлия пишет, говорит, хочу передать большое спасибо Азея Страсе. По пути в магазин заезжаю по выходным за вкусным кофе. Верю в вас и уже прикупила пару облигаций. Юлия, низкий вам поклон. Спасибо большое за лояльность. Но это действительно вот такой тренд. Не поверите. То есть 300 чашек кофе по статистике в среднем в сутки на одну станцию продается. На одну станцию 300. На одну станцию. То есть задуматься, каждый третий клиент уезжает с чашкой кофе. Это же сколько литров-то? Тонными? Да, у нас шуточные такие и бывают сравнения. Мы сравниваем в литрах-тонных продажи 98-го и кофе как ни парадоксально очень сопоставимые цифры. То есть это действительно так. Но тем не менее не будем забывать, что это еще и рестораны. Трасса вот здесь сколько будет расширяться? Когда? Расскажите. Это немножко другой формат. У нас 4 ресторана собственных есть, но это формат будущего, потому что если по статистике клиент на АЗС проводит примерно 7 минут, вот средняя заправка занимает, то, конечно, электрозарядка 20 минут, и 20 минут это счастье. Это если быстрая зарядка, если все мощности правильно подведены, если коннекторы все соединились, то есть вот 20 минут это такая цель, к которой двигаться. Это немножко другой формат. Это уже не одна чашка кофе, а две, соответственно. И понятно, что это уже такой не хот-дог, не булочка, а скорее какой-то уже там салат, основное блюдо. Поэтому это такой шаг вперед. Но мы это с вами опять и на Западе тоже видели такие форматы, хоть и тут мы и на Запад не равняемся, мы своей дорогой идем, понятно. Но, в общем, тренд тоже в этом направлении. Понятно, что за таким более ресторанным форматом. Но все-таки ресторанный формат такой, в котором вы за 20-25 минут смогли бы достаточно оперативно покушать. Прекрасно. У меня вопрос, который касается работы, потому что компания успешная. Вы расширяетесь, соответственно, коллектив тоже должен расти. На 9-то заправок надо еще приглашать людей. Ну и, конечно, и пополнение идет персонала на другие станции, с ростом объема продаж тоже люди приходят. Ну, вы можете обратиться по опять контактам, которые у нас есть на сайте. И с каждого понедельника выходит новая группа в тренинг-центр, который проходите вы обучение, и, соответственно, можете стать членом нашей команды. Сложный отбор? Отбор действительно есть. То есть по статистике, ну, грубо статистика такая, каждый восьмой человек, который хочет устроиться на работу, в конечном итоге устраивается. Ну, оно тут такой трехэтапный. Примерно половина отсеивается на этапе собеседования по разным причинам. И очень часто и личные причины. Потому что у нас такой именно коллектив, команда работает, и надо все виды работы выполнять. Труд достаточно интенсивный, хотя и хорошо оплачиваемый. Поэтому, ну, не все к этому готовы. Дальше примерно половина, это отсев уже в самом тренинг-центре, в процессе тренинга, и половина уже во время стажировки на АЗС. Вот получается половина, 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 одна восьмая остается из тех, кто изначально пришел. Но это статистика, больше здесь ничего. А бывает такое, что человек, который пришел на какую-то рядовую должность на автозаправочную станцию, а потом стал ее руководителем? Вот карьерный рост. Мой заместитель Громов Роман Юрьевич пришел работать в 18 лет юным мальчиком-заправщиком на станцию, на десятую, собственно говоря, сейчас мой зам работает в компании. Это тоже, кстати, интересная такая особенность в нашей компании. Невозможно стать заведующим, не отработав начальником смены или оператором непосредственно станции. То есть для того, чтобы стать заведующим, надо понимать работу АЗС. А чтобы понимать работу, надо сначала отработать на начальных должностях. Понятно, Роман Юрьевич у нас, как зам исключения, исправил до такого уровня дороже. Но, в общем, конечно, мы стараемся свои кадры растить и в офис даже подбирать людей, которые на станциях работают. То есть вы замечаете лидеров в своем большом коллективе? Мы стараемся. Не знаю, насколько эффективно получается, но, безусловно, стараемся. Лучше своих растить ребят, чем как-то со стороны использовать. Олег, вопрос, который касается, ну, в целом, наверное, управленчества, вот этой вот миссии вашей как лидера. Принципы, которыми вы руководствуетесь, когда создаете, взращиваете такую прекрасную команду, и эта команда потом, ну, делает какое-то чудо вот на рынке АЗС. О, это очень сложно. То есть понятно, что принципов там различных много. Тут вопрос скорее, что, как меня устраивает, что я жду от человека. Ну, опять, наверное, три критерия основных. «Порядочность», «Трудолюбие» и «Талант». Назовем так. Три таких фактора. Если есть хотя бы два, мы вас ждем. То есть дальше можно на третьем отработать, но как минимум два фактора, два критерия должны быть. Ну, это уже здорово. Это уже успех. Это уже... Будет ли какая-то книга у вас? Может быть, напишите что-нибудь по управлению, как для тех, кто начинает путь управленца. Идея тоже классная. Мы в свое время бизнес-школу проводили. Я там немножко тоже оторвался в качестве преподавания именно в бизнес-школе. Но тут парадокс такой. Условно, курица и яйцо. Для того, чтобы написать книгу, надо уйти из компании на пенсию. А я не очень хочу это делать, поэтому навряд ли удастся книгу написать. Поэтому навряд ли такая выполнимая мечта. Но это такая мечта, которая тоже есть. Есть ли у вас видеоблог, например, вот в вашей компании, где вы показываете, как там, что, какие-то, может быть, такие вот моменты рабочие? Мы, конечно, свои зарисовки тоже делаем, безусловно. Не скажу, что это такое прямо супер какое-то развитое направление, но на сайте можно там разные клипы посмотреть, забавные. И полезные при паре еду, и такие более забавные, безусловно. Мы вам очень благодарны. Мы желаем, чтобы вот вся эта история с облигациями, она прошла успешно, чтобы она принесла деньги тем людям, которые будут вкладываться, чтобы трасса, чтобы все компании, все автозаправочные станции развивались, чтобы люди, которые приходят к вам в вашу учебную часть, становились профессионалами. Успешными профессионалами. А если они не пришли работать на десятую заправку, чтобы у них тоже был очень высокий уровень впоследствии в вашей компании. Спасибо вам большое за добрые слова. Спасибо. Приезжайте к нам на станцию. Обязательно приедем. Давайте напомним сайт, где можно ознакомиться с самой подробной информацией о вас. Ну, на сайте трассы ГК, www.trassagk.ru и также на сайте Евротранс. То есть вот два сайта, через которые вы можете всю информацию у нас получить. Дамы и господа, в гостях у нас был генеральный директор АО Евротранс Олег Алексеенков. Мы прощаемся, но я думаю, что когда будет повод, мы вас пригласим. Вы придете и что-нибудь такое же классное, жизнеутверждающее, расскажете всем слушателям радио Шансон. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Друзья, это было прекрасное, высокооктановое, «Полезное время». Любовь Володина. Роман Шахов. Пока. Счастливо. «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной.